Дов-дов-дов-ду, далёкий-далёкий галактики. Ну, как вы понимаете, они есть в разных формах. Такие, вот такие, и вот такие. Ковыряюсь я твердкой в ухе, тут бац. Как серпом по... Да. Чё, пути, мастер. И возьми так просто. Красота. Был бы я подзрослее. Ладно, получилось страшное. Он проволоку перекусил. Всё, открываем салон. Ребят, всем привет. Сегодня очень интересный, необычный, долгий, классный ролик про микроэлектронику. Стас сегодня будет нам рассказывать про очень много всего. Да, сегодня мы постараемся, так сказать, охватить неохватываемое, объять необъятное. Но по возможности, так сказать, максимально кому-то может быть расширить кругозор, а кому-то то, что он уже знает, повторить лишний раз. Сегодня мы назовём, наверное, наш мега-ролик просто микро, потому что мы постараемся коснуться, насколько это возможно в пределах нашего ассортимента именно данной тематики. Как обычно, я, так сказать, в своей творческой манере постараюсь начать с того, что делать не надо. Для того, чтобы сохранить все вот эти вот замечательные железочки живыми, здоровыми, долго работающими и доставляющими от работы удовольствие, так сказать, а не вытирание под занавесками и что же делать, как же быть. Наверное, я покажу один маленький, так сказать, эксперимент. Возьмём мы не микро, а большую, так сказать, железку. И на базе её постараемся, так сказать, показать некие возможности того, что может инструмент в руках растущих из вот этой футболки. Может, очки? Нет, не потребуется. Здесь вообще нам сегодня будем что-то кусать? Я думаю, что нет. Ну, если будет один. Просто милость, так это... Да, неприятно в этом выговорить. Просто я смотрю, всё такое острое. Очень острое, как хирургическое просто. Итак, то, чего делать нельзя. Мы берём наши танкогубцы и вытворяем вот такой вот эксперимент. Что может произойти с инструментом, когда он попадает в такие вот руки, растущие из футболки. Дальше мы прекращаем это безобразие, убираем разную вещь и получаем нормальный рабочий инструмент. Что я хотел показать вот этим вот замечательным экспериментом, который делать нельзя, но мы его всё равно сделали. Что инструмент Книпекс обладает определёнными... Запасными прочностями. Запасными прочностями, определёнными характеристиками, которые позволяют при, скажем так, неправильном использовании то, что я сейчас показал, демонстрируют вам, что надо прекращать это безобразие и взять что-то, наверное, может быть посерьёзнее и поинтереснее для данной конкретно работы. В пределах Книпекса имеется в виду. Да. Конечно же, конечно же. Ну, Книпексом так нельзя. Возьмите что-нибудь посерьёзнее. Куда серьёзнее. Серьёзнее имеется в виду, кусачками для проволоки не надо резать столюгу. Арматуру. Ну, надо там на десяточку немножечко накрошить для каких-либо невозможных целей. Второй эксперимент, который я хочу показать, вот этими вот маленькими штучками, где-то тут у меня валялись саморезики. А, вот они. Да, сейчас мы защитим наши глазки от наших безобразий, от моих в данном конкретном случае. Я сейчас примерно такие же. Теперь я выгляжу как взрослый. Взял обычный колёный саморез, не специально подготовленный для данной передачи. Взял клещики, которые не рассчитаны для того, чтобы вот эти вот саморезики кусали. Колёности. Колёности, да. То есть, данные клещики по каталогу имеют определённый гриф, то есть до 1,8 стандартного железа. Мы потом этого отдельно коснёмся, просто сейчас проговорим это маме. Дальше я беру вот эти клещики. Вот мы сейчас можем их внимательно посмотреть. Да, он может даже микроскоп. Надо? Да, я думаю, что в общем-то не нужно, это достаточно общего обзора. Вот что мы сейчас с ними видим. Дальше мы берём. Сразу говорю, этого делать нельзя. Дальше мы берём и перекусываем. В принципе, на самих клещах это никак не отразилось. Да нет, ничего нет. Просто вопрос в том, что данные саморезы могут быть разных диаметров и разных, грубо говоря, прочностных характеристиках. Соответственно, при перекусывании может возникнуть непоправимое. А, возьми другой. Да ладно, я просто думаю, может несколько раз. Может. Да и для этих целей вообще другой. Гвоздь бы бы нам потолще. Я у основания жахнул. А, ну и правильно. Ну чуть-чуть, может быть. Да, чуть-чуть, прям замятинка небольшая. Есть. Да, вот мы получили небольшую замятинку. Кстати, очень небольшую, я бы сказал. Но, вопрос в чём, к чему всё это безобразие, то, что мы тут устроили. Инструмент Книпекс имеет серьёзный запас прочности. То есть, грубо говоря, есть каталожные характеристики, есть практические. Практические, это мы сами уже определяем вот-вот с такими вот экспериментами. Но лучше придерживаться тех характеристик, которые уже изначально заложены в каталоге, что этот инструмент выдержит данные нагрузки. Почему я так подробно этого коснулся? Мы сейчас брали в руки инструмент, в общем-то, достаточно большой, относительно того, что мы будем рассматривать дальше. Соответственно, здесь все те же самые ограничения ещё и связаны с тем, что инструмент сильно меньше, сильно тоньше и рассчитан для сильно других ситуаций. Прежде чем вы соберётесь подобрать что-то, нечто подобное, хотя бы попытайтесь прогнозировать. Первое, в каких условиях вы будете всё это делать? Предположим, влажность, я не знаю, что вы будете кусать, холод, тепло и так далее. Для того, чтобы максимально понимать хотя бы ту среду, в которой вы будете находиться. Почему ещё это важно? Потому что, например, на морозе, если вдруг, не дай бог, понятно, мы самые экстремальные условия пытаемся разобрать, что на морозе, предположим, пластик будет более дубовым. Что если он, не дай бог, падает из рук на твёрдую поверхность, может что-то произойти с этим. Если это влажность, соответственно, инструмент периодически надо, грубо говоря, специальными смазками или там обычным даже веретёным маслом уже совсем, периодически промазывать, чтобы инструмент не закисливался, не ржавел и так далее. Весь инструмент, который работает с микроэлектроникой, он не имеет покрытия, как правило. Почему? Что если сделать инструмент хромированным, хром имеет такую особенность, периодически откалываться. Это просто невольно происходит из-за перенагрузок, из-за тех же самых перепадов температур, из-за различных, ну, предположим, кислота попала или ещё что-то. А любые кусочки хрома отваливаются, попадают на какую-то схему, дальше схема включается в сеть и происходит известный барабум, который, так сказать, приведёт к дорогостоящему ремонту или, наоборот, вообще выкидывается всё чертям собачьим. Сакцентируйте сначала условия. Второе – постарайтесь понять, с каким материалом вы будете работать. Если вы работаете только и исключительно на одной какой-то задаче, предположим, откусываете один проводок в течение всего рабочего времени. Это может быть задача к технологам или тем, кто, так сказать, прогнозирует линии и так далее. То тут условно достаточно просто. По крайней мере, можно задать какой-то вопрос. Если у вас мультизадачи какие-то возможны, то есть начиная от столистой проволоки, заканчивая медными проводками, учитывайте это обязательно при выборе. У нас был буквально вот-вот момент. Завод купили у нас инструмент для определённой задачи. То есть они обкусывали некие выходы из электронного устройства. Выход имел диаметр 0,8 миллиметра. Вроде как медный. Подобрали инструмент. Вот здесь 0,8. Написано купру, медь. Вроде всё нормально. Но одно дело – это волосок из проводочка какого-то 0,8 миллиметра. Другое дело – это столистый выход, который имеет ещё лужение, места для паяния и так далее. Ну, не паяние, а припойное. Естественно, это всё упрочняет сам выход. Плюс к тому, что это всё-таки сделано не из волоска, а из проволоки, которая имеет изначально большую прочностную характеристику. И при работе, а с учётом того, что, как правило, инструменты работают, микроинструменты работают кончиками, соответственно, вся нагрузка легла на вот это вот место, которое в итоге вышло из строя. Я бы сказал, что просто надо было задать вопрос. Как правило, вот мы пишем на предприятия, что вы конкретно планируете делать, для того, чтобы чётко подобрать инструмент. Вот. И для того, чтобы нам, так сказать, подробно всего этого коснуться, мы сейчас постараемся всю линейку аккуратненько разобрать. Начнём вот с этой линейки, и я ещё немножечко кое-чего дополню, так сказать. С учётом того, что инструмент имеет достаточно небольшие габариты, как таковые, и с учётом того, что инструмент стараются максимально упрочнить для работы в зависимости от серии, вот если посмотреть на кончики, да, то они, в общем-то, достаточно мелкие. Просто сейчас это некие условные, они могут быть чуть больше, чем меньше. Соответственно, данный инструмент очень сильно подвержен механическим изменениям, скажем так, при, например, падении. То есть мы упоминали там в холодной среде, да, скажем так. Но даже если вы работаете просто элементарно в неком кабинете, да, и так далее, вот эти вот вещи крайне сильно не любят механического воздействия никакого падений, ударов и так далее. Почему? Потому что, ну, наш производитель, скажем так, инструмент старается максимально упрочнить. Упрочнение, как правило, это закалка. Ну, соответственно, это варианты стали и так далее, но основной момент это закалка и полировка, заточка и так далее. Всё, что заставляет инструмент упрочнится. Поэтому старайтесь крайне аккуратно подходить к микроинструменту, даже хотя бы вот в этом формате старайтесь его не ранять. Почему? Потому что при падении кончики они обкалываются. А с учётом того, что это основная рабочая зона, это крайне-крайне неприятно. Введём такое понятие, которое нам в дальнейшем понадобится, это статика. С учётом того, что работа происходит с микросхемами, статическое электричество крайне негативно влияет на любую технику, на любую схему. С учётом того, что сейчас все процессоры, чипы и так далее максимально начинают уменьшаться. Соответственно, уменьшаются они не только за счёт количества натыканных транзисторов, но и за счёт диэлектрического слоя, например, и так далее. И любое статическое электричество наносит часто непоправимый ущерб схеме. Есть отдельная схема, и на инструменте у нас будет, если можно крупно показать, вот такой значок. Обозначение это, если на инструменте это имеет место быть, то значит данный инструмент позволяет работать в условиях, когда статическое электричество, ну скажем так, меньше накапливается, сильно меньше на инструменте. Это важно именно для тех условий, когда работают с такого формата схемы. Этот инструмент, безусловно, будет дороже, потому что покрытие, оно, скажем так, недешёвое, но это сильно позволяет сократить процент выходящих из строя микросхем именно за счёт статика. Ну, самый простой пример, эбонитовую палочку мы в школе все натирали, как говорится, потом прислонялись, получался неприятный щелчок. Грубо говоря, человек, когда ходит по ковру, то он способен на себе аккумулировать до 12 тысяч, вот грубо говоря, вольт. То есть, вот мы касаемся ручки двери, да, там просто... Да, куртку снял. Да, куртку, например, да, самый простой пример. И для того, чтобы избежать вот этой вот, как говорится, уравнения потенциалов от нас к микросхеме, ручки сделаны специально так, чтобы не накапливать электрический ток, а он стекал по рукам и, так сказать, как это, уравнивались потенциалы. Грубо говоря, на инструменте... Ну да, там браслеты используются специально. Да, это уже глобально, мы этого не будем касаться. Там и линолеум делается специальным заземлением, и влажность... И инструмент. И инструмент, да, то есть это все вместе. Мы касаемся только инструмента. Про ESD мы сказали. Дальше то, о чем мы говорили, это, скажем так, максимальные возможности, на которые рассчитан инструмент при подборе. У нас есть вот такая замечательная табличка. Это четыре вида материалов, на которые рассчитан любой инструмент. То есть при подборе вы просто ориентируетесь вот под этим вот кружочком, для того, чтобы четко понять, подходит вам этот инструмент или нет. Перед тем, как вы выбираете инструмент, постарайтесь определить для себя максимальные характеристики того, что вы будете, предположим, кусать. Вот сейчас мы касаемся кусачек, это, так сказать, наиболее важный момент. Где этот момент написан на них? Вот. Тут мы сейчас как раз разберем инструмент. Вот тут, если можно, поближе. Да, вот сейчас вот так сделаем. Вот так. То есть, например, вот на ручке. Так, максимум купром 1.6, медь, эфиром и железо единичка, да? Да. То есть, если мы, так сказать, к вот этой табличке вернемся, то медь-пластик, это конкретно вот эта модель у нас получается до миллиметра, до 1.6. То есть, столистая проволока или, там, скажем так, близкой гвоздью, это будет миллиметр. Просто написано железо. А, вон там пиано макс. То есть, это максимальная самая, да? Вот. Пиано, да, это, грубо говоря, уже каленая часть. Не важно, что пруток это может быть, струна или еще что-то. То, что может, например, какой-то инструмент, который ты увидел, сделать. Также, при подборе инструментов, важно, коснусь, вот тут мы сейчас немножко мелком порисуем, есть режущая кромка. Вот так вот сделаем. Вот эти максимальные характеристики, то, что мы сейчас упомянули, они работают вот в этих пределах. Вот здесь вот шарнир есть. Когда перекусываемая деталь, назовем это так, находится максимально близко к шарниру. То есть, если вот здесь написано, предположим, что Купрум 1,6, то Купрум 1,6 это будет при максимальном приближении к шарниру. Это важно. Чем дальше от шарнира, тем характеристики самого изделия будут уменьшаться. Это элементарно из-за чего просто уменьшается толщина губок. Все достаточно просто. Вот тут еще можно коснуться такого момента, что могут быть, вот если можно поближе. Мы сейчас просто для сравнения. Близко-близко сделаем дальше. Вот есть такого формата, а может быть вот такого формата. то здесь ширина больше, здесь достаточно узко. Все зависит от задачи. И когда вы подбираете инструмент, обязательно ориентируйтесь на вот эти вот характеристики. Что еще тут может быть важного? Одно дело, когда мы говорим про некое сечение круглое. Совершенно другие характеристики возникают, когда, например, надо теми же бакарезиками перекусить какую-нибудь плоскость. Даже совпадающую по толщине, я предположу, написано 1,8. Толщина пластины будет 1,8. Но тут элементарно можно, так сказать, сравнение с броней провести. Когда вы начинаете резать, соответственно, он получается рез под углом. Ну, невольно. И это уже увеличивает толщину детали, которая будет перекусываться. То есть, соответственно, это уже будет не 1,8. И, соответственно, это будет уже больше. То есть, важно, когда вы начинаете кусать, и почему, как правило, происходит излом любого изделия, неважно какого, у вас не кусается, что вы дальше делаете? Не вы конкретно, а, так сказать, кто-то. Мы начинаем уже не пальчиками хватать, а нашими крепкими ладошками. Соответственно, у нас вырастает площадь, на которую опирается режущая кромка, которая, в общем-то, уже не рассчитана под это дело. Это важно. Даже, там, элементарно, вот хомут, если рассмотреть, вроде он простенький, совершенно пластиком и так далее. Но есть еще хомуты широкие, есть с остальными прожилками и так далее. И у них уже, во-первых, площадь получается больше, толщина больше. И еще плюс характеристики, как бы это сказать, перекуса, я не знаю, как правильно это выразиться. В общем, мощность, при которой надо перекусить материал, он сильно должен быть больше. Такие прецеденты были, поэтому, еще раз повторюсь, прежде чем вы пытаетесь подобрать себе инструмент, обязательно, хотя бы пытаетесь прогнозировать, на что максимально вы будете, что максимально вы будете, так сказать, ну, предположим, кусать в данном конкретном случае. Инфа очень полезная. Вроде элементарная, но когда я кусал пластину, я не задумался об этом. Окей, теперь перейдем уже, наверное, от общего к частности. Давайте рассмотрим вот две модельки. Это, наверное, самый ходовой из того, что есть у нас. Доль 3, да, вот такого формата, вот такого формата. Это отдельная серия. Она может делаться из двух видов стали. Блестюшечные. Это будут у нас нержавейка. Вот, грубо говоря. То есть это без покрытия, просто полировка идет. И все, что вы здесь видите, оно не имеет покрытия. То есть это полировка исключительно. Либо это может быть воронение. То есть также полировано и сверху покрыто таким тонким слоем масляной пленки, скажем так. Для того, чтобы они просто меньше оксидировались. Что я здесь хотел, чтобы мы посмотрели под микроскопом. Вот, грубо говоря, вот здесь видно, есть небольшая ступенька. А, я ее заметил, когда в руках держал. Где? Вот ее сбоку немножечко. А, вот с этой стороны. Ага. Специально? Да. Вся серия, которая начинается на 78, будет иметь вот такую ступеньку. И вот, собственно, и здесь видно. Сейчас я для сравнения с микроскопом просто крупно покажу. А то под микроскопом она такая прям ступень, по которой шагать можно. Ступень еще. с тонкой железочкой, как таковой. Чтобы обеспечить хорошую заточку, то... Вот тут мы, наверное, рисуем. Вот так. А это будет немножко вот так. Для чего это сделано? Для того, чтобы при перекусывании чего-либо губки друг друга не подтупливали, они, наоборот, подправляли друг друга. То есть, именно за счет того, что здесь очень тонкая заточка, как таковая, чтобы при вот этом щелчке, да, когда мы что-то перекусили, губки резко друг другу сходятся, чтобы заточка не крошилась, они друг на друга, наоборот, немножечко наскакивают. Это позволяет сохранить заточку достаточно длительное время. Это важный момент именно вот этой серии. Здесь прямо это покажу наглядно. Чипок. Круто получилось, кстати, отлично. Серия имеет несколько размерных характеристик. То есть, длина инструмента 140, раньше была только 125 по длине. То есть, сейчас возможности инструмента сильно-сильно увеличились. Ну, вот конкретно это, получается, медяжку может до 2,1 миллиметра перекусывать. Но, опять же, акцентируемся на том, что мы говорим сейчас перекусываемый материал возле шарнира. То есть, максимально близко, насколько это возможно. Насколько это легко все происходит. Есть отдельные такие дополнительные функции. Например, вот есть инструмент, у которого стоит специальный улавливатель волосков. Вот, мы сейчас возьмем подводочек какой-нибудь. Вот так вот делать нельзя. Ну, я делаю. Потому что руки растут из футболки. Так. Мы об этом сказали в самом начале, да? У меня тоже периодически из футболки растут. Клуб растущих из футболки. Можно, кстати, просто организовать. Да, сейчас я вот эту хрень немножечко отодвину. Вот, собственно говоря, есть инструменты со специальным механизмом. Называется улавливатель волосков. Вот, хорошо это видно. Для чего, для чего. Чтобы, когда мы совершили вот это вот жуткий акт. А, у него он остается. Да. Чтобы, грубо говоря, это все не рассыпалось по микросхеме. Секундочку. Чпок. Можно? А если несколько? Жахты. Они будут всех сохранить? Все. Вот так прям. Грызи прям нищенно. Сейчас, сейчас я сфокусируюсь. Вон оно. Вон оно что, Михалыч. Да вот хотел сказать Михалыч. У нас Михалыч есть. Тут у нас идет специальная рамочка. Она может быть в разных вариантах исполнения. Мы потом это все прекрасно увидим. Но это один из вариантов. Потому что часто размер откусываемых волосочков, он настолько мал. Попадая, как мы уже знаем, на электрическую плату некий проводник. Он может, так сказать, нанести просто невероятные ущербы. Вот она. Эта полочка просто держит, получается. Слегонцухи прижимает. То есть, есть отдельные модели, которые снабжены вот такими вот волоско-улавливателями. Это назовем. Учитывайте также, если вам это необходимо для работы. Если вы вдруг что-то не знаете, пишите вопросы. То есть, мне нужно вот то-то, помогите подобрать. Мы, соответственно, в меру своих возможностей скромных обязательно что-нибудь подберем на выбор. Что вот можем вот это, вот это. Или скажем, ну извините, вообще ничего подобрать не можем. Ваши, так сказать, потребности не совпадают с нашими возможностями. Это первая серия была, которую мы, так сказать, рассмотрели. Мы немножечко скользко прошлись. Они есть разных вариант их исполнения. Есть максимум там до миллиметра то, что берут медяшечки. По размеру, да? Можно даже хорошо сравнить вот по размеру. Даже элементарно по толщине самих режущих частей инструментов. Тут можно, кстати, отличие вот увидеть в дальнейшем, да, вот какая здесь идет будет пружинка, которая позволяет, так сказать, возвратно работать, насколько это жестче. И можно будет попробовать потом на отдельных инструментах. Это такие тонкости, да. Вот мы в предыдущем ролике тогда снимали. Я вот очень рекомендовал, прежде чем вы выбираете инструмент, попадите в любой магазин, где есть, так сказать, его можно руками потрогать. И попробуйте это вот пальчиками поощупать. Потому что каждый инструмент, он имеет свои какие-то органометричные характеристики, скажем так. То есть только, насколько вам удобно, насколько мягко. Потому что одно дело, когда там два полоска откусить, а другое дело, когда целый день сидишь и пытаешься, так сказать, что-то, пытаешься что-то постоянно откусывать. Это совершенно разные ощущения, потому что человек устает все равно так или иначе. Чем мягче вот эти вот движения, чем удобнее пальцы сидят в непосредственных местах, где он осуществляет эту работу, тем, соответственно, будет более эффективна работа сама по себе. И она не будет вызывать там изжоги или какого-то дикого бешенства. Тут, кстати, вот переходя от одного к другому, можно заметить разные варианты исполнения. Здесь идет исполнение внахлёст, шарнир, например, да. То есть две части соединены к лёгкой. Клёпка сделана независимо от, из чего сделана сама, сам инструмент, она будет все равно нержавеющей. То есть независимо от того, из чего сделана сам сталь. То есть, грубо говоря, это нержавейка. То, что у нас блестяшечко. То, что идет в ранении, это специальная инструментальная сталь, закаленная в масле. Вот и доведенная, так сказать, до нужных характеристик, которые потом указываются на инструменте. Так, а тут что-то интересное. Здесь какие-то вставки. Это мы, наверное, в принципе, можем начать и с них. Здесь разберем, в принципе, эти клещики в целом. Сама форма, во-первых, начнем с простого. То есть, сам инструмент сделан из специальной инструментальной стали. Полированные. То есть, это не хромировка. Вот эта блестящая поверхность. Это, в буквальном смысле, полируется чуть ли не вручную. Для того, чтобы это имело эти формы. Во-первых, нужно закругление, чтобы не цеплялось нигде. И полируется именно до зеркального блеска. И покрывается, плюс ко всему, еще тонкой масляной пленкой, которая, в общем-то, неощутима, но она, так сказать, можно понять, что она есть. Но это что-то такое сильное, да? Я так понимаю. Из самого деликатного, самое сильное вот это. Да. То есть, грубо говоря, неважно даже особенно из чего исполнен данный инструмент, хотя это имеет значение. Здесь, как бы, так как мы говорим про перекусывательный, да, кусающий инструмент, ключевым здесь является именно рабочая часть. И вот данный инструмент, он имеет вплавленные, впаянные вставки из твердого материала, из твердосплава. Ну, тут, кстати, вот можно посмотреть, что... Что может? Максимальная характеристика. Hard Max. Это Hard, это я так понял. То есть, это каленый материал. Это, наверное, волокно, проволочное, нет? Проволока из пружинной стали. То есть, грубо говоря, закаленная проволока. Ага. То есть, она может работать в достаточно серьезных условиях и с достаточно серьезными материалами, как таковыми. Важный момент. Это, наверное, самая дорогая линейка, я так полагаю, из того, что у нас есть. Но, если такой инструмент покупается, вот именно для работы с микроэлектроникой, вы фактически перекрываете практически любые материалы, из которых могут возникнуть при работе с микродеталями. Есть мастерские, которые занимаются... Из старых плат выпаивают различные, скажем так, нужные компоненты. Те, которые уже либо не делаются, либо имеют, скажем так, различные ценные материалы внутри себя. Золото, палладий и так далее. Вот если вы четко не понимаете, какой конкретно материал может встретиться при работе вот с такими непонятными платами, старыми и так далее, то лучше всего именно исходить из инструмента, который имеет именно впаянные вставки. Твердосплав. Ему кончик самореза вообще прям... Все равно. Что он тут был, что его тут не было. Ну понятно, что целый саморез я не буду. Ну, каленый 0,8. Не, ну не рассчитан просто. Тут... 0,8. Piano Max. 1,2. Ну, почему не рассчитан? Под кончик 1,2. Можно же? Ну, в целом-то да. Все-таки данный инструмент рассчитан с маленьким материалом на работу. Почему я до сих пор сознание не потерял? Потому что я уверен в прочностных характеристик данного инструмента. Кстати, когда, грубо говоря, даже если взять инструмент и попытаться перекусить саморез, в принципе, ну, может быть, даже это и получится. Мы этого не будем делать. Я тебе объясню, почему. Если взять, грубо говоря, даже вот этот инструмент, которым мы перегрызали, вот здесь вот посмотрите, размер рабочей части. А, ну да, там близко. Здесь все это сильно-сильно меньше. Просто мы это, может быть, нам-то дуре и хватит это перегрызть. Но инструмент не рассчитан на такие нагрузки. Он, естественно, скорее всего, вот в этой части поплывет. И, как правило, если попадают к нам инструменты со сломанными частями, это, как правило, либо кончики, то, с чего мы начали, да, что подбор был произведен либо неверно, либо они просто упали. Либо вторая часть эта ломается вот как раз именно вот в этих частях. Почему? Потому что инструмент дальше работает на пределе. Пальчиков нам уже не хватает. Соответственно, мы уже упираемся ладошкой. А тут уже просто не хватает элементарно-прочностных характеристик самой режущей части. Чем еще хороши данные бокористы? Вообще, данная серия, мы там дальше, она будет еще без сплава. Это конкретно с твердосплавом. Важный момент. Это коробчатый механизм. Да, я обратил внимание. Да, это очень интересное, на самом деле, решение. Оно встречается и в общем инструменте CNIPEX. Также это, естественно, сюда перенесено. В чем важный плюс? Это, наверное, тоже можно нарисовать. Усилие. Я в детстве не нарисовался вилками. В стороны, наверное, не сводят, да, губки? Не разъезжают. Да. То есть, грубо говоря, вот он шарнир идет через всю часть. Есть центральная, есть опорная часть. Мы это сделаем. Вот видно, да, раз сторона, два сторона и центральная, где у нас непосредственно идет режущая часть. Так вот, когда мы что-то кусаем, прикладываем нагрузку к каким-то пятнам, у нас, вот если взять двухсторонний, вот мы начинаем сильно жать, у нас нагрузка распределяется вот таким вот образом. То есть, основная часть идет вот сюда. Вот это примерно, так сказать, такой, как диаметр назовем. То есть, она прилагается в основном все вот сюда, по большей части. В коробчатом механизме это нивелировано за счет чего? Именно за счет того, что основные части распределены, то есть, вот так вот посмотреть, то нагрузка идет и с этой стороны, и с этой стороны. То есть, грубо говоря, здесь сто процентов было нагрузки, а сейчас идет разделенные на два. То есть, грубо говоря, по пятьдесят процентов. Соответственно, меньше потерь идет на деформацию, потому что, когда начинаем жать, то в любом случае она пытается, когда вот мы жмем, они пытаются вот так пойти в стороны. Здесь же это нивелируется именно за счет коробчатого механизма. То есть, он всю максимальную нагрузку идет по вектору сверху вниз. И за счет этого в том числе и достигается большая мощность характеристик инструмента. То есть, меньше потерь идет на изгибы, соответственно, больше нагрузки распределяется именно вертикально. Поэтому коробчатые инструменты с коробчатым механизмом, они, так сказать, имеют достаточно мощные характеристики сами по себе и позволяют большие нагрузки прилагать именно при перекусах в том числе. Я хочу наглядно это заснять. Вот, например, телохранитель, откусить. Он явно не медный, да? Скорее всего, столистый, я думаю, что старый. Сейчас кромку сразу показать и вообще все равно абсолютно. Вот это огромный плюс для сплава. То, что мы сейчас вообще не понимаем, что мы грызем, но мы, как сказать, видим, что диаметр совпадает, а характеристики инструмента позволяют, так сказать, данный диаметр перекусывать. И понимать нам особо не надо. Да. То есть, чем больше характеристики, максимальные инструменты, которые вы покупаете, соответственно, тем больше шансов выжать его при перекусывании неизвестных предметов. Но, единственное, что важно, всегда смотрите, это максимальный диаметр того, что вы перекусываете. Потому что, грубо говоря, вот мы смотрим, да какая разница, он же вообще мега инструмент. А там в арматуре торчит двадцатка, предположим. Я, конечно, очень сильно режу. Смысл иногда к этому сводится, к сожалению. Как же они... Кто занимается микроэлектроникой, ребята? Это такая штука. Если у вас был до этого простой инструмент, его возьмите так просто. Красота вообще. Был бы я повзрослее. Ладно. Так. Мы рассмотрели вот эту серию 77-ю. Это с твердосплавными пластинами. Тут, кстати, вот тоже еще один из моментов отличия. Это... Пружинка, да. Вот попробуй пальчиками. Я уж пробую. И та, и та заходит очень хорошо. Вот этот он просто помягче. За счет чего? Здесь пружина, она, так сказать, цельная. А здесь она скользящая, касательная. То есть у нее, как бы, получается пятно контакта и время контакта поменьше. А здесь она постоянно напряженная. В этом смысл. То есть если работает постоянно, вот, в постоянном движении, что-то откусывается, лучше вот именно скользящей позже. Вот. Но, естественно, это еще и влияет и на цену. Поэтому это тоже такой важный момент. И вот, кстати, еще, знаешь, какой момент мы не посмотрели? Именно места, где происходит контакт. Да. То есть если взять вот 77-я, 78-я серия. Угу. Угу. Здесь, за счет шероховатости и покрытия. Угу. Мы можем что-то аккуратненько снять. Может быть, какую-то изоляцию или там, предположим, не знаю, покрытие лаковое какое-то содрать, если вдруг нужно. То есть мы можем чувствовать то, что мы делаем. Да. Рассмотрим ту же серию уже берства до сплава. Это, можно сказать, все то же самое, только нет паек. С более скромными характеристиками, скажем так. Так. Тоже идет коробчатый механизм. Здесь. Купром 2. Хард. Здесь уже пиано нет. Нет. Здесь хард. Обычная стальная проволока есть. Да. А пиано уже нет. Угу. Так. Коробчатый механизм. Ну, все то же самое. Пружина, коробчатый механизм. То есть это более скромные характеристики. Ну, тоже важно. Характеристики, несмотря на то, что они более скромные, они, в общем-то, достаточно серьезные. Застегается это еще за счет чего? Именно за счет еще самого размера режущих, так сказать, кромок. То есть они позволяют более четко распределять нагрузку по площади. Ну да. Там, кстати, не до конца идет режущая кромка. Не до конца. Ну, с учетом того, о чем мы говорили, что в основном работа идет кончиками. Угу. Потому что, так сказать, тут же еще. Они прекрасно режут. Платку возьмем, да, то, что мы уже кромсали. А, вот, твою. Да, двушечки должна. Да. Есть отдельные модели, которые идут с улавливателем непосредственно. То есть, единственное, они у меня здесь вот не представлены, но они как суслики. Они есть. То, о чем мы говорили, что нельзя делать. Где? Вот, ронять. Рассмотрим еще одну линеечку интересную. Ну, мы рассмотрим вот эту линейку. А, она у нас здесь не езди все представлено. Ну, вот этот конкретно. Есть у нас отдельная линейка. Здесь как будто та смешалась с этой. Все перемешалось в доме Обломовых. Но у нас тут совершенно все четко. Отдельная линейка. Это 79-я линейка. Тут, ну, вот, грубо говоря, попробовать по весу. А, вообще легенькие. Да. То есть, вот эта линейка отдельно, это скорее такое, как бы сказать, для работы, ну, те, кто постоянно работает на производствах, где постоянно идут какие-то сборки электроники, скажем так, подрезки, подкуски и так далее. Инструмент выполнен из стали, которая используется при изготовлении шарикоподшипников. То есть, они прям так и пишут, шарикоподшипниковая сталь. А что дает? Во-первых, инструмент производится методом ковки. Три раза отковывается. То есть, дополнительно упрочняется три раза. И многослой, многоразовая закалка в масле. Что это дает? Во-первых, инструмент лучше закаляется, лучше упрочняется, имеет меньшие размеры и при всем при этом достаточно серьезные характеристики. Вот мы можем для сравнения взять, ну, предположим, да, вот у нас тут медях 1,7, хард 0,7. Возьмем стандартное исполнение, вот, предположим, да, у нас идет тоже, ну, тут 1,6 и единичка, а здесь идет 1,7, медяшка и 0,7 хардовая, ну, по размеру, да. Это медиум, по-моему. Да, здесь медмакс, медиум, это гвоздь, проволочная шпилька. А здесь уже идет хард. Здесь уже идет столистая проволка. Столистая проволка. Да, вот по размеру можно, так сказать, примерно идентичные эти инструменты, вот если можно, поближе их. Они больше, но режут меньше, так скажем. Да. Да. А у них, у всех, да, получается, кромка, вот такая, со ступенькой, которую мы в самом начале показали. Здесь нет, по-моему, где-то нет, где-то ровненько. Там дело в чем, что есть еще такое понятие, как, и мы сейчас тоже это отдельно разберем, коль мы сейчас этого коснулись. Здесь есть несколько вариантов, несколько вариантов заточки инструмента. То есть, после перекуса, грубо говоря, какие хвостики вы в итоге получите. Важно. Здесь прочностные характеристики идут точно так же сверху вниз. То есть это максимально. Чем рез более прецизионный, тем характеристики инструмента становятся меньше. За счет чего? За счет более острых кромок. То есть, чем острее кромка, тем будет рез более аккуратным, но характеристики инструмента будут поменьше. Это важно. То есть, когда вы подбираете инструмент, обращайте внимание вот на эти рисуночки. В нашем каталоге это все подробно отображено. Где напруга сильнее, там столюгу режет, там идут внахлёст. Они должны смотреть четко. Сажимаешь? Это при нажатии сильном. Они уже начинают разъезжаться. Там смысл в том, что… Вроде не сильный. Или это для них сильное? Нет, это для них сильное. Фишка в том, что основная задача у них – это перегрызать. А когда ты уже начинаешь вот так вот нажимать, ты уже начинаешь портить кромку на самом деле. Ну, ты конкретно вообще. В целом. Сейчас я конкретно. Да. То есть, задача – перегрызть. Неважно, что. Прикладывать сверхнагрузки, в данном случае, это не этот инструмент. Почему? В основном задача – она работать вот так. Похоже, он кусает приятно. На каком-то форуме, кстати, прочитали, что какая-то тетенька, сейчас без личности, рекомендуют инструмент наш для маникюрных задач. Мы это сразу говорим, делать нельзя, потому что гигиена как таковая. Там же надо, чтобы инструмент в анклаве, при высокой температуре, чтобы их обрабатывать. Естественно, инструмент данный, невозможно это делать. Угу. Угу. Вот. специальная закалка, ключевые моменты – размер, вес. Вообще. И насколько удобно ими, так сказать, прецизионные какие-то работы проводить. Вот если мы сейчас волосочек найдем. О, давай под микроскоп, прям волосок, микроволосочек жахнет. Там, конечно, талюга. Блин, зараза. Как серпом по локте. Да. Провожу себе. Вот сюда, в нервы. По разным местам. И так, под барабанную дробь. Я, наверное, буду контролировать, а ты давай волос отцовывать. О. Ой, я даже не успел. Чуть-чуть. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давай эту кипу волосищев сразу сбахнем. Да. Вот так вот сейчас сбоку. Вообще просто. Довки-довду. Далекой-далекой галактики перекусывали волоски. Один вот этот вот… Это тот момент, когда работать хочешь с удовольствием? Вот. Вот. Если вдруг вкус к работе пропал и хочется чего-то нового, вот эту штуку берем и все. И работа обретет какие-то новые палитры, новые краски. Работа будет просто прекрасна. Кстати, для вот данной конкретно серии инструмента 79-й у них нет возможности именно за счет конструкции изготовления сделать улавливатели волосочков. Есть отдельная насадочка. Она вот таким вот образом одевается. Она отдельно продается? Да. Типа кармана? Да. Туда чтоб все засыпалось. Берем какую-нибудь. Менее удобно чем там ограничивать пространство. То есть, грубо говоря, если что-то где-то надо аккуратненько выгрызть. Данная штука менее удобна. И самое главное, что она закрывает обзор. Да. Потому что когда на плате что-то надо отгрызть, и это плохо видно, соответственно. И только так, чтобы туда падало. То есть, тоже. Ну, тут, собственно, вот смотри, если, грубо говоря, вот эту штуку вот так-то возьмем. Ну, чтобы боком, конечно. Режущую часть кверху. Но тут опять, да, куда-то добраться, соответственно, это не лучший вариант. Но, если что, как говорится, она есть. Я уверен, что саперы такими пользуются. Наверное. Почему-то мне так кажется. Сейчас я про саперов очень подумал. Что им важно, вот такая вот улавливатель вот этих проводков. Главное понять, красный или синий. Красный взять, Книпикс, или синий. В данной линейке, кстати, вот мы сейчас тут наборчик отдельно разбираем, да, есть линейка различных хватателей, гнутелей и, так сказать, кольцезавивателей. Вот эта конкретно штука. Тут же важно, что, что когда мы берем некий жесткий, ну, предположим, проводок, что при изготовлении каких-то микродеталей, микрозагибов и так далее, чтобы инструмент не изгибался, тут как раз прочностные характеристики тоже сильно важны. И вот эта линейка, она как раз позволяет закрыть вот эту вот брешь. То есть, где надо со столистами проволоками какие-то загибы, предположим, некая деталь для пайки, надо создать ей формацию, чтобы воткнуть в плату. Вот такими. Для чего она вообще идёт? Ну, вот смотри, сейчас возьмём, что-нибудь. Вот проволочка, схватить я могу. Ну, да. И, например, замотать, закрутить. Ну, сделать петельку, чтобы, предположим, под болтовой какое-то соединение. Или, ну, проще нарисовать. Да. Я сегодня чувствую, нарисуюсь на всю жизнь. Вот, предположим, берём некий, ну, не знаю, транзистор, вот у него два выхода идёт или три выхода, неважно. И в платку, чтобы воткнуть, чтобы он не проваливался, вот надо сделать, там, предположим, вот такие загибы. Есть отдельные инструменты или можно использовать вот этим, то есть, создать неровности для того, чтобы она просто не проваливалась. Вообще отдельный инструмент для такого есть. Он у нас здесь есть тоже? Да, да. Вот можно использовать подобного плана инструменты или, там, есть спицы, один инструмент для этого дела. Вот, или, предположим, надо, там, на жёсткий столист проволоки сделать петельку для того, чтобы её зафиксировать на плате, предположим, болтовым соединением. То есть, можно использовать вот эти вот штучки. Это всё из какого-то микромира. Там по-любому работают с микроскопами, наверное, с линзами. Я, честно говоря, когда готовился к данному выступлению, залез на разного рода сайты, у меня, честно говоря, прям мир перевернулся. Там такие инструменты используются, паяльники. Я узнал, оказывается, оказывается, что есть паяльники. Ну, в основном они для выпаивания служат, но я думаю, что и паять ими можно, которые воздухом паяют. Ну, я знал, что есть, там, термофены, да, там, краска снимать или ещё что-то. А есть для электроники паяльники, которые воздухом паяют. Ну, там можно много, на самом деле, про это дело говорить, но я прям под занавесками вытирал, насколько круто сейчас все эти импульсные паяльники какие-то. А уж там про припои и все остальные компоненты говорить, это можно, наверное, неделю. Ну, и на это всё-таки надо больше специалистам в этой области приглашать. Я думаю, что люди, которые посмотрят нас, напишите, пожалуйста. Это, на самом деле, очень важно, потому что я, например, вот с микро всякими этими штуками, не то, что чисто в теории, но крайне редко сталкиваюсь. Если я несу какую-то ересь, что, в принципе, возможно и логично, пишите, пожалуйста, это важно. Там у нас после прошлого, кстати, наших съёмок, там какой-то человек обещался на своём канале нас размазать просто. Но это тоже полезно, с другой стороны. Полезно посмотреть действительно. Да, ребят, если вдруг что-то такое происходит и у вас есть канал, размазывайте. Потому что это очень полезно. Полезно, в этом рождается истина. Где-то из... Размазать. Да. Собирается всё в кучу, как нейронные связи. Пожалуйста, пишите по делу. То есть, грубо говоря, если вы видите какую-то серьёзную неточность в словах, обязательно на ней акцентируйте и говорите, что нет, это вот работает не так, а вот так. Это важно. Почему? Потому что мы рано или поздно всё равно с этим сталкиваемся. И работу над ошибками мы тоже делаем. Итак, мы говорили про вот эту замечательную линейку инструмента. Лёгенькую, мощненькую, прекрасненькую. Есть она в двух исполнениях. Стандартный. И исполнение ESD. Только хотел сказать, там есть это, нет, но вроде не нашёл. Вот специальный значок. Они отличаются, вот эти конкретно, по цвету. То есть, здесь синенькая, здесь вот идёт чёрная, часть опорная. Это помогает, так сказать, избавиться от определённой доли проблем со статическими, электрическими, статическими разрядами. Вот. Теперь коснёмся, скажем так, отдельного направления. Да, это перекусывание торцами. То есть, у нас были торцевые кусачки. Торцевые кусачки. Торцерезы. Торцерезы. Там бокорезы, получается, торцерезы. Да. Торцуют резы. Предположим, нам где-то в некой плате надо аккуратно выкусить, натить и выкусить какую-то детальку. Обычными боковыми тут можно не везде подобраться, скажем так. То есть, особенно если в глубине что-то находится между какими-то деталями, то тогда используются вот такого вот формата кусачки. Они могут быть разноразмерные, под разными углами. Всё посмотреть, да? Угу. Вот эти уже точно смыкаются губка в губку. Я, честно сказать, когда их увидел, я думал, они самые дорогие здесь, на столе. То, что настолько полированные, блестящие всё. Блестючие такие. Блестюченькие. И смыкание идеальное. Это одна из вариаций. То есть, здесь кусающая поверхность, она ещё меньше. Ну и, соответственно, обращайте внимание на максимальные размеры, которые может выкусывать данный инструмент. Меть и всё. То есть, здесь очень тонкая кромка, она очень маленькая, с очень маленькой площадью точки контакта. Это немедленно? Я даже не буду пытаться, да, перекусить, потому что, скорее всего, я их сломаю. Именно за счёт того, что они на очень-очень маленькие, так сказать... Кромки трендизма. Волосочки рассчитывают. Поэтому, обязательно, когда вы что-то собираетесь делать, планируете, обязательно, так сказать, соотнесите возможности инструмента, который либо А у вас есть, либо Б, который вы выбираете, с тем, что вы будете делать. Я хочу показать чёткость, потому что они очень чёткие, и это надо показать. Вот, кстати, есть интересный приборчик, это для выкусывания из плат, то есть при пайке, когда вы деталь уже припаяли, у вас остаются излишки волоски. Вот эта вот штучка как раз вот для этих целей. Ну, грубо говоря, вы впаяли некую детальку. А, это вот те, да? Нет. Это уже другие совсем. Это другие. Это они из той же серии или нет? Ну, скажем так, задача та же. А, ну, давай. Ты туда, да? Лучше ориентируйся там. Её поймаем. Ой, я даже не успел ничего сделать. Что, уже грызан? Да. Вот, уже второй раз. То есть это, условно говоря, она и формует, и сразу лишнее отрезает. Го-а-а-то. Да. Нифига себе, он огромный. сейчас фокусирование на школу уже пошел кусать так оформует он что вот он дает сразу нужно вот этот загиб небольшой дона езды то есть это для того чтобы уже не выпадала из микросхемы ну вот наверное вкратце про разного рода перекусывать или то есть есть достаточное количество ассортиментов есть из чего выбрать под разные задачи под разные условия езды мы предположим тот же самое без данные данного функционала разные толщины разной ценовой категории но ключевое все равно ориентируйтесь по большей части на то что вы планируете делать это грубо говоря в каких количествах это будет выполнять то есть если задача идет постоянно что-то щелкать кусать соответственно лучше там сориентироваться на более дорогую линейку почему потому что она просто тупо элементарным дольше прослушать за счет того что здесь использована лучшая сталь более износостойкая меньше вес человек меньше устает соответственно меньше начинает творить неправильных вещей за счет чего и того что он элементарно устал а в целом рекомендую прежде чем если таскать нужно как-то на промышленную основу что-то поставить и сделать выбор можете сами взять и попробовать разного рода исполнения для каких-то конкретно задач вот наверное вкратце прорезательный инструмент все и дальше уже так сказать пум-пум вытаскиваем пинцет он есть пинцет но здесь их так много отвертки в таком исполнении это как правило отвертки которые имеют значок езди но это для боинга снимаете это уже для кутику истончается стенка самого крепежа